В России за полтора месяца раскупили годовой запас препаратов для терапии и лечения болезни щитовидной железы. Речь о медикаментах торговых марок Euterox и L-Tiroxin. Эти таблетки никогда не были дорогими или редкими. Понимают их ценность только жители с дефицитом гормонов щитовидной железы. В Росздравнадзоре объяснили, что с поставками все в порядке, их даже увеличили. Дело в невероятном ажиотаже среди потребителей, который и спровоцировал дефицит. Мария Ливанян разбиралась в теме. Ни на прилавках, ни под заказ сургутянка Лилия Сизикова уже более недели не может купить необходимые ей и ее членам семьи лекарства для терапии болезни щитовидной железы. Женщина рассказала, что обращалась не в одну аптеку. Ответ везде один. В наличии и на складах нет. Вышла в аптеку, которая недалеко от моего дома, и спросила я Euterox. Мне сказали, что у Euterox нет. То есть Euterox нет, и когда он будет, неизвестно. Я обошла несколько аптек, говорили то же самое. Мне мама сказала, у нее закончился Euterox, она принимает. У нее дозировка больше, чем у меня. А у меня еще как бы есть немножечко. Там осталось буквально на неделю, наверное. А что дальше делать, я не знаю. В аптечных сетях найти препарат оказалось действительно непросто. Помимо того, что лекарств нет в наличии, у каждого фармацевта своя теория о том, почему так произошло. К сожалению, на складе пока не отчислится. А есть какой-то прогноз? Ну, я думаю, что в ближайшее время появится, должен появиться. Вы поспрашивайте по аптекам, потому что у нас вроде как на складе вчера он появился, но уже закончился. Поставок не будет, пока не ожидаем. Но, к сожалению, нам ничего не говорят. Скорее всего, он под санкции попал. У нас все склада пустые, и мы пока поставок не ожидаем. Ситуацию разъяснили в департаменте здравоохранения Югры. Санкции ни при чем. Поставка и производство препаратов продолжается. Более того, в гораздо больших объемах, чем раньше. На прилавках аптек таблетки не найти из-за чрезмерно запасливых потребителей. По некоторым позициям возникает такой же ажиотажный, назовем его так, спрос. И да, вот та сфера розничной торговли, которая все-таки нами не регулируется, как департаментом здравоохранения, так и есть. Но мы тоже внимательно следим. Это очень для нас важно. И мы понимаем, что пациенты должны получить препараты. Но по тем оценкам, которые мы видим, по тем проверкам, которые проводит Росздравнадзор, вот в случае возникновения такого ажиотажного спроса, когда за неделю покупается то, что раньше покупалось за 8-10 недель. Для сравнения, за весь 2021 в России реализовали 11,5 миллионов упаковок, а за 2,5 месяца этого года уже 12 миллионов. Сейчас проблема обсуждается и решается Росздравнадзором совместно с аптечными сетями и производителями. В ходе совещания крупнейшие дистрибьюторы страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием «Левотероксин натрия» производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом. А его отсутствие на аптечных полках связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5-10 раз. Взрывной необоснованный рост спроса вызвал временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками. Производители заверили, что работают над увеличением объема поставок и в ближайшее время спрос будет полностью удовлетворен. Кроме того, в России на следующей неделе заработает горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов. Это должно помочь поддержать бесперебойную поставку лекарств в торговые сети. Вместе с тем жители просят отказаться от чрезмерной запасливости и не закупать десятки пачек впрок. Такой ажиотаж не только подрывает ситуацию на рынке, но и может оставить кого-то без жизненно необходимых препаратов. Мария Ливанян, Юрий Чанцев, Сургут, Интерновости.